Пока сегодня мы не знаем, что делалось с этим коронавирусом. Не знают очень развитые страны и передовые медицины. Пока будут выработаны какие-то, ну не знаю, вакцины, будут выбрать меры борьбы с этим эффективной, пройдет не один месяц. Поэтому правительство сегодня, и это будет абсолютно правильно, если оно будет жестко регулировать все эти поведения населения, все эти запретенные меры какие-то. Да, ну что у нас сегодня, посмотрите, мэра огромного города вдруг выходит и говорит, давайте собирать митинги. Это что, ответственное отношение человека, политика к населению? Понимаете, давайте пойдем, соберем митинг, будем скидывать там президента или так далее. Мне звонили после этого бывшие министры и говорили, ну ты знаешь, мы не думали никогда, что мы до этого доживем. Была, кстати, история такая, да, один мэр города какого-то, та же, кстати, Бельц, мэр Бельц, однажды позволил себе какое-то высказывание в адрес президента. Это было лет 15-20 назад, да. Да, да, утром его ждали, ждала небольшая машина, его посадили в эту машину, отвезли, побеседовали, после этого он зарекся. Понимаете, говорить глупости на телевидении в адресу верховной власти. Почему? Я вам говорю почему, потому что мы дошли, мы можем оскорбить гениального прокурора, президента в прямом эфире и так далее, и так далее. Я говорю, извините меня, этих людей выбирал народ. Это то же самое, что плюнуть в флаг, плюнуть в герб, не нравится, придут выборы, пойдите переизберите человека, но простите меня вести себя вот таким, ну завтра хорошо, этот политик выйдет и скажет, что президент такой. Президент ответит ему, и вот бедный народ стоит, смотрит на это сверху и думает, боже мой, да там собрались одни, вот то, что они говорят, да, как же мы можем доверять. Понимаете, власть, власть, складывается уважение к власти, во-первых, из действий самой власти, но с другой стороны из жесткости, да, если отец позволит себе, простите, напиваться и скандалы в семье вести, то не надо ждать, что от детей будет к нему уважение.